Ничего не было, вот эти вот старые трубы, которые идут, они просто лежали вдоль стены на кронштейне. Следующий этап, вот эту вот, эту выпускаем, эту отключаем и то же самое, то же самое. Реконструкция основного водовода, который проходит через тело плотины ГЭС, совсем скоро будет завершена. Этот водовод капитально не ремонтировался ни разу, а построен он был более 40 лет назад. По мнению специалистов, износ составляет 200%. Риск того, что город может остаться без воды, достаточно высок. Поэтому ждать уже не приходится, надо принимать кардинальные меры, то есть решать вопрос кардинально. К ремонту двух ниток основного водовода протяженностью 2,5 километра они приступали из-за дороговизны работ. Водоводы практически себя полностью самортизировали. Часть водоводов находится в аварийном состоянии, что угрожает, так сказать, срыву подачи в город воды. Было принято решение сделать реконструкцию данных водоводов. И вот, наконец, летом этого года долгожданная реконструкция началась. Сейчас один из двух основных водоводов отключен, поэтому город снабжается по второму. Вот это его последняя стадия, то есть покрытие цементно-песчаное, которое мы вот здесь вот видим. Но чтобы лучше разглядеть внутри, значит, туда запускается специальная видеокамера, которая ведет съемку по всей длине этого трубопровода. То есть покрытие толщиной где-то порядка 8-10 миллиметров, которое позволит этому трубопроводу еще порядка 20 лет, так сказать, спокойно работать. Буквально сегодня-завтра должны завершить покрытие первого водовода специальным составом. На деньги это все на предприятии? Да, это деньги, полностью собственные средства предприятия. И сразу же после этого вида работ проведут промывку трубопровода и его опрессовку. Ориентировочно к 30 сентября он будет запущен в работу. После этого подрядная организация приступит к реконструкции второй нитки водовода.